всем привет меня зовут саша это канал вязание сегодня влог в таком режиме супер онлайн прогулки я сейчас еду в магазин пряжи при марио бай я там заказывала пряжу у меня простите ключ выскакивает вот в общем заказывала пряжу еду забирать свой заказ вот и хочу показать потому что есть честно еду сама первый раз вообще в этот магазин и вообще в магазин бобинные пряжи я все облизывалась облизывалась и все никак не могла доехать но вот короче сейчас уже все намылилась и как это сказать относительно спешу потому что неизвестно может быть нас тоже закроют на карантин ну мало ли знаете всяко бывает вот поэтому чтобы забрать заказ чтобы уже сидеть спокойно если что с как плюшки на своей пряжи вот вязать и как бы в ус себе не нуть вот поэтому сейчас поеду я тут принципе относительно недолго ехать вот ну и все я надеюсь что мне разрешат поснимать вот ну если не разрешат тогда буду просто рассказывать со слов вот ну и соответственно потом уже покажу что я купила на какие артикулы все поближе вот расскажу потому что вообще конечно я прям очень в предвкушении очень предвкушение так нельзя сказать в общем очень предвкушаю свои покупочки вот я в своей шапке я в своем зеленом джемпере вот очень мне в нем комфортно он такой теплый знаете легенький я под низ одела просто ну боди такое с кос на лямочках вот очень комфортно но я на всякий случай решила пододеть боди потому что можно было принципе не пододевать просто чтобы спина не оголялась потому что он достаточно такой короткий вот ну так на всякий случай но принципе можно было не пододевать вот все поехали смысле я поехала потом я надеюсь что подключусь все до следующего включения ну 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 девчонки привет очередное включение в общем короче я чуть не получила разрыв сердца в общем от счастья вот быстрое включение показываю да свою в общем свои как не то чтобы прям покупки тут ты засвечивается да просто хочу показать вам как это сказать количество до дорвалась в общем короче мать вот ну вот ну я очень довольна просто все как я люблю и цвета и состав и все остальное вот поэтому я приеду домой да и наверное там ну подключусь расскажу вам покажу поближе да именно ну прям 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 близко да потому что так конечно уже ничего не понятно и цвета ну мягко говоря немножечко другие вот короче очень классный магазин я очень довольна да и я настолько рада, что я наконец-то до них доехала, оказалось, что это не так далеко от меня, как я думала, вот, поэтому рада, короче, что я добралась, вот, это стоит, конечно, того, и ну, естественно, что я потом вам чуть попозже расскажу, да, и там цены, и все остальное, ну, в общем, как это сказать, надо отдать должное тем, кто вяжет из бавинной пряжи, потому что, потому что это достаточно дешево выходит, классный состав, и, ну, скажем, не километр денег, в общем, короче, хомяк просто, мне кажется, сейчас выскочит из машины и будет танцевать на капоте, взяв две вбинки в руки, вот, ну, в общем, я думаю, что по моему голосу слышно, что я несказана довольна, если бы, как это сказать, знаете, если бы я брала не энную сумму, да, вот, строго на свой заказ, а у меня были еще в запасах, мне кажется, я бы все деньги профуфыкала, потому что там столько всего крутого, ну, я, да, чуть раньше вам, наверное, уже вставила эти нарезочки, в общем, глаза разбегаются, просто райский рай, вот, поэтому все, я поехала домой, это, как это, периодически буду жамкать, пока буду ехать, всю эту красоту, вот, в общем, все, хорошего вам дня, пока, до следующего включения. Всем привет, друзья, я уже дома, вот, и спешу показать вам свои покупки в бобинном, в магазине бобинные пряжи, вот, ссылку я оставлю внизу на магазин, да, то есть, как бы, мне очень понравился магазин, я, наконец-то, доехала, вот, я все собиралась, 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 и, наконец-то, я уже не знаю, сколько, сколько вообще, год-два я туда все собиралась, вот, в итоге я доехала, классный магазин, мне очень понравился, и просто, как это сказать, когда туда попадаешь, это, знаете, такой райский рай, вот, я, ну, скажем так, заказывала в онлайне, но для того, чтобы забрать, да, потому что, ну, там доставка от определенной суммы, у меня такая сумма не набиралась, вот, и поэтому я, ну, поехала сама, плюс я хотела там посмотреть, опять же, да, может быть, на будущее какие-то покупки, мне бы что-то, мне бы что-то, ну, скажем так, не пригодилось, а понравилось, да, для какой-то следующей покупки, или, опять же, там, для заказов, или для чего-то еще, вот, поэтому, скажем так, выбор огромный, да, просто, я же говорю, у меня глаза разбегаются, ну, я вам раньше, да, уже вставила эти кусочки видео, вот, ну, я думаю, что вы понимаете, особенно, когда первый раз попадаешь в такой магазин, то это, как, знаете, как человек, который не ел, наверное, сладкого очень долго, и вот, в общем-то, он дорвался, и просто, просто аж руки трясутся, вот, ну, ладно, не будем, в общем, долго разглагольствовать, да, потому что, ну, вы знаете, что я могу, если удалиться куда-то в дебри, то могу завестись конкретно на час, на два, вот, давайте начну показывать, значит, буду близко показывать, да, ну, то есть, вот так, конкретно для того, чтобы и цвет передать, и фактуру, значит, первое, что я вам покажу, это вот такая вот бобинка, так, вот, значит, большая бобинка, да, я потом, ну, наверное, может быть, вставлю фотографии, да, сейчас цвет передается отлично, это такой джинсовый цвет, он, в принципе, так и называется, значит, эта бобинка меня пленила, просто на сайте, если честно, когда я увидела, вот, значит, здесь у нас, это называется твит айриш, джинсовый, значит, здесь 37 меринос, 18 шелк и 45 акрил, это 1500 метров на 100 грамм, у меня 400 грамм, я взяла бобинку, вот, достаточно бюджетная сама по себе эта бобинка, вот, значит, что у нас тут, ну, вот, твит айриш, я думаю, что вам, в принципе, должно быть все читабельно, значит, вот эта цена, ну, наша белорусская, 5,60, если по нормальному курсу человеческому, то это, грубо говоря, где-то 2,75 доллара за 100 грамм, вот, то есть это, ну, это было, по-моему, на распродаже, если я не ошибаюсь, или это нормальная цена, честно, я, ну, не очень знаю, вот, значит, ну, вот такой вот цвет, передается он хорошо, ну, понятное дело, 1500 метров на 100 грамм, это достаточно тоненькая ниточка, вот, я пока что образцы, естественно, не вязала, потому что, ну, собственно говоря, вот только-только, можно сказать, купила, да, вот, ну, в магазине посмотрела на эту пряжу, она, конечно, классная, мне очень понравилась, там были всякие разные оттенки, вот на данный момент, когда я покупала, там вот, был вот этот еще такой серый, но, у меня, в принципе, серого, серый твит есть, не такого, конечно, состава, но, тем не менее, то есть я серый цвет люблю, но все-таки надо его чем-то разбавлять, а здесь мой любимый темно-синий, да, плюс такие вот крапушки, да, я надеюсь, что камера неплохо передает, они такие есть оранжевые, белые, такие какие-то сизые, серые, вот, ну, в общем, интересный, он на ощупь, понятное дело, что скорее всего, он в какой-то пропитке, но он пока такой шершавенький, не колючий, но шершавенький, вот, посмотрим, что я, в общем-то, придумаю из него, да, у меня изначально была какая-то такая очень, не то чтобы большая, но такая, как это сказать, такой джемпер свободного очень силуэта, с узкими рукавами, но буду думать, опять же, возможно, что я мужу свяжу какой-то джемпер, хоть он и отказывается у меня, что, говорит, мне ничего не надо, но мне, в общем-то, в удовольствие для него вязать, поэтому, может быть, это будет и для мужа, что-то, какая-то обновка, вот, в общем-то, вот такая вот классная бобинка, да, это номер, номер раз, значит, поехали, следующее, следующая бобинка, это вот такая, единственная, сейчас, наверное, чуть-чуть будет высветляться, сильно, ну, постараюсь, да, вам передать, это вот такая вот, темно-синий, такой очень глубокий цвет, ну, понятное дело, что темно-синий, это мои фавориты, вот, очень я люблю, реально, очень люблю темно-синие оттенки, вот, такие, которые ближе к черному, и сине-черные, да, и, ну, опять же, там какой-то королевский синий, электрик, ну, в общем, в принципе, все цвета синего, да, мне нравятся, так, у меня ощущение, что нету фокуса, давайте-ка попробуем с яркостью немножко поиграться, давайте вот так, я лучше подсвечу, так будет чуть лучше видно, он чуть темнее, здесь все-таки высвечивает, конечно же, значит, это 50 меринос экстрафайн, и 50 низкоапеллингуемый акрил, аспирия, или аспира называется, темно-синий, 2,400 на 100, да, то есть это, конечно, очень тоненькая ниточка, прям как швейная, вот, ну, в несколько ниток, я думаю, что может быть 4-5, можно будет сложить, да, и это будет такое, ну, неплохое полотно, образец я тоже щупала в магазине, он, конечно, роскошный, очень приятный, такой пушистенький, здесь так как меринос экстрафайн, он, ну, неплохо так раскрывается, да, вылазит пушок, вот, здесь у меня, значит, 323 грамма, вот, значит, это, вот, ну, вам, я думаю, что вот видно, здесь и состав, да, аспирия, аспирия, ну, короче, вы поняли, да, может быть, кто-то знает, тоже достаточно бюджетно, 5 рублей за 100 грамм, то есть, ну, это так очень, очень, очень приятная цена, да, это где-то, ну, грубо говоря, 2,5 доллара по нормальному курсу, не по нынешнему, дикому, вот, так, я прошу прощения за мой маникюр, да, как бы в связи с этими, за всеми ситуациями, мне на маникюр буквально там через дня, наверное, дней 5, вот, но я уже как бы не стала ждать, да, свежего маникюра, тем более, опять же, неизвестно, мало ли, может быть, мой мастер уйдет тоже на карантин, как и, в общем-то, большинство, ну, поэтому придется мне что-то, что-то думать, поэтому я, видите, так вот буду прятать, в общем-то, чтобы вас сильно как-то не смущать, вот, вот такой вот классный цвет, очень мне нравится, опять же, то есть, это, возможно, либо что-то с сыном я свяжу, либо, возможно, мужу, да, будет какой-то шарф весенний, весенний-осенний, вот, потому что у него больше палитры такая серая, светло-серый, темно-серый, да, какой-то средний, а вот синего нету, синий ему, в общем-то, тоже очень хорошо, поэтому, возможно, это вот будет что-то для моих мальчишек, вот, значит, вот эта вторая бобинка, значит, следующее, что я вам, следующее, что я вам покажу, это вот такая бобинка, значит, это такой красивый серый цвет, красивый, причем, что интересно, так получилось, я изначально в корзину, в этом цвете, в этом, точнее, артикуле, положила такой пудророзовый цвет, но я забирала последний, ну, в смысле, остатки, да, я забирала, и что, и там было что-то в районе там 150 или не помню, 170, ну, что-то такое, и я просто думаю, что я, ну, как бы мне такой пыльно-розовый, не то, чтобы он не идет, но я спокойно к такому, он мне нравится, в смысле, просто вот так вот на бобинке, ну, например, шапка сильно меня бледнит, там еще что-то, да, не хватит пряжи, вот, ну, а соответственно, так как у меня девчонок нету, да, то есть у меня мальчишки, поэтому я думаю, не, надо поменять, в общем, там был голубой, и вот такой вот серый, ну, голубой у нас много, что голубого у сына в гардеробе, поэтому я подумала, что вот серый будет как раз-таки очень даже неплохо, это значит, что это, это 100% меринос, клип называется, голубой туман, цвет 100 грамм, 350 метров, то есть он достаточно такая, ну, относительно толстенькая ниточка, значит, вот артикул, значит, такая, ну, в принципе, при желании, по большому счету, ее можно вязать вообще в одну нитку, на два с половиной, на троечке, ну, чтобы было такое достаточно плотненькое полотно, ну, или там в две нити, ну, в общем, надо посмотреть, что из этого может получиться, но я брала вот сыну что-нибудь, да, связать, или может быть шапочку, единственное, что пока что он такой колючеватый, образец мне давали потрогать, он, в принципе, тоже такой немножко кусачий, но посмотрим, да, надо отвязать все образцы, посмотреть, постирать и в машине, и в ручную, да, для того, чтобы можно было сравнить, ну, вот, если мы сравним с предыдущей бобинкой, да, вот с этим цветом, то, ну, во-первых, этот, конечно, намного тоньше, и здесь все-таки Меринос экстра файн, да, здесь обычный, вот, поэтому вот этот в образце был намного мягче, вот, но, как бы, я решила взять и такой, и такой на пробу, да, то есть тут, в принципе, не так много, да, у меня вот этого серого 213 грамм, значит, ну, посмотрим, то есть, в принципе, это возможно даже, там хватит на какой-то комплектик, да, или может быть даже на какую-то жилетку, если тоненько вязать, но опять же надо будет посмотреть, вот, это вот по Мериносам, да, я как-то немножко прошлась, вот, ну, и вот цена получается 7,20 за 100 грамм, тоже, в общем-то, очень демократичная цена, грубо говоря, чтобы было понимание, да, по нормальному курсу, надо делить на 2, вот, ну, то есть, в принципе, тоже очень так хорошо, за 100% Мериносик, вот, ну, и цвет, конечно, мне очень нравится, такой серый, знаете, такой серый классический, мышиный, можно даже его где-то назвать, обозвать, вот, значит, вот тоже такая классная пряжа, так, поехали дальше, что я вам еще покажу, значит, вот такая вот бобинка, о, как раз отлично, люлик передается, я боялась, что его видно не будет, надеюсь, что вам видно эти блестюшки, в общем, это, конечно, суперская, как это пряжа, я ее когда увидела, причем, что, ну, я вам рассказывала, да, что когда я оформляла заказ на сайте, именно на вот этой пряже у меня завис сайт, и это просто было, знаете, как типа, ааа, я не успела, черт, такая пряжа классная, и я прям, ну, не то чтобы я там, знаете, переживала, я все-таки взрослая девочка, ну, это как бы всего лишь пряжа, то есть, ладно, я себе там, ну, не знаю, какой-то жизненно важный вопрос, но, естественно, что так как все-таки я уже себя запланировала прикупить, да, то, конечно, я так немножко подрастроилась, что называется, вот, но потом все получилось, и, в общем, я обладательница этого пухляша, значит, что это, давайте расскажу вам, это 20% бэби альпака, 12% меринос, значит, 44% полиамид, и 17% акрил, это 6% люрекс еще, артикул называется альпейдж, если я правильно понимаю, как это читается, цвет называется стальной с серебром, 200 метров на 100 грамм, хороший расход, то есть его можно смело вязать в одну нитку, не надо тут ничего придумывать, да, давайте, вот такая ниточка с люрексом, вот, видите, здесь немножко распадается, там оно скрученное, ну, в принципе, я думаю, когда, то есть это не то, что будет, ну, это больше как ровница, что ли, да, ну, такая немножко скрученная, поэтому надо будет отвязать образец, но я, в принципе, тоже образец щупала, в магазине очень так прилично, смотрится, вот, люрекс поблескивает, серый, но он, мне кажется, на камере чуть-чуть высвечивает, мне кажется, он чуть-чуть темней, немножко, буквально на полтона, вот, очень, конечно, мне нравится вживую, это еще круче смотрится, чем на сайте, вот, блестюшечки, люрекс такой очень тоненький, деликатный, да, то есть он абсолютно не смотрится как-то по-цыгански, вот, смотрится так, ну, с таким хорошим блеском, именно таким благородным, я бы так сказала, вот, значит, что, не знаю, будет вам видно, наверное, видно, вот, альпейдж, если я правильно понимаю, вот, стальной серебром, ну, вот, в общем-то, такой артикул, вот, значит, здесь за 100 грамм, вот этой вот, здесь 400 у меня метров, я брала, ну, так, как бы с запасом, да, потому что я думаю, либо связать кардиган, либо какой-то такой свитер, может быть, даже с горлом, потому что, ну, пряжа приятная, она мне кажется, немножко обработанная, ну, вот, именно так вот, как я щупала образец, насколько я его так сильно помню, и запомнила, то она очень приятная, поэтому, может быть, какой-то свитер, с учетом наших погод, я не удивлюсь, если я его и летом хорошенечко поношу, вот, ну, в принципе, наверное, я последнее время хочу пройтись по кардиганам, потому что у меня кардиганов, как таковых, вязаных вообще нету, я не вязала кардиганов, а есть один покупной, но он, мягко говоря, уже расползается, вообще, я его заказывала, откуда, с Алиэкспресса, что ли, не помню, если честно, вот, в общем, он так конкретно расползается, там, нитки, ну, в общем, его надо просто уже пойти, отнести, на покой, что называется, вот, ну, и все, есть такие пару, как бы, покупных, обычных таких, типа алиосинтетических кардиганов, конечно, все-таки, это как-то, знаете, уже немножко позорно носить синтетический кардиган, имея классную пряжу, и вообще умея вязать, вот, значит, что я не сказала, наверное, за 100 грамм этой пряжи, 6,50, то есть, это, ну, 3, грубо говоря, 3,25 доллара, по старому курсу, вот, то есть, это тоже, как бы, все-таки, бэби альпака, меринос, да, ну, понятно, что здесь такое, ну, относительно большеватое содержание синтетики, да, это получается 50, 60, 60, сколько это, 62 процента, акрила, 6 процентов люрекс, да, ну, люрекс, понятно, он как бы идет отдельно, вот, но, в принципе, меня это не смущает, потому что будет более стабильное полотно, да, и, скорее всего, оно будет не так сильно закатываться, ну, за счет вот этого вот акрила и полиамида в составе, ну, посмотрим, отвяжу образцы, хорошенечко над ними поиздеваюсь, вот, ну, конечно, тактильно очень приятно, она, знаете, такая, как будто бы, ну, не вата, но такая очень приятная пряжа, вот, ну, я же говорю, что я думаю, что ее можно смело вязать в одну нитку на каких-нибудь приличных спицах, но я думаю, минимальная четверка, это минимально, но я думаю, что она раскроется после стирки, поэтому я думаю, что пять, пять с половиной будет само то, вот, значит, это я вам тоже показала, и последняя бобинка, которую я прикупила, это, конечно, вообще восторг восторженный, ну, цвет, конечно же, совсем вообще не такой, сейчас дайте-ка я попробую немножечко его затемнить, ну, нет, все-таки он здесь, ну, во всяком случае, я вот вижу, как на камере, да, он такой, как это сказать, красный, что ли, больше отдает, но он винный, винно-бордовый, очень красивый цвет, я бы сказала, вообще такой роскошный, он, конечно, не очень правильно передается, давайте, если у меня получится передать цвет, я попробую сфотографировать, я вам просто вставлю фотографию, чтобы было понятно, потому что мне кажется, дайте-ка я какого-нибудь оттенятеля, сейчас, момент, подождите-ка, попробуем, ну, вот, может быть, может быть, что-то похожее, но все равно, он более насыщенный, что ли, ну, вот так вот, хотя бы, может быть, чуть более, скажем так, понятный цвет, ну, конечно, он очень такой, знаете, очень сложный цвет, вот этот вот, вот, а значит, что это, сейчас у меня тут просто бумажечки, как это, товарные, накладные, что называется, значит, здесь 46 baby alpaca, 32 merinos, 22 polyamide, это афелия, вот, мне кажется, что кто-то, вот, из девочек на ютубе, вязал из такого шнурочка, но, не знаю, если честно, я не помню, потому что я много кого смотрю, смотрела, да, и возможно, что я где-то запомнила, но, в общем, не запомнила у кого, вот, может быть, у Насти надень шапку, ну, ладно, не знаю, не буду утверждать, вот, винный бордо называется цвет, он, просто роскошный, 220 метров на 100 грамм, вот, ниточка я уже показала вам, такая толстенькая, вот, то есть, мне вот в магазине дали образец пощупать, он, конечно, тоже классный, но, единственное, в магазине он отвязан на мелких спицах, достаточно таких мелких, вот, и мне сама продавец сказала, что, как бы, ну, вы отвяжите, пожалуйста, образцы, но ни в коем случае не забивайте эту пряжу, потому что ей надо раскрыться, так как здесь альпака, бэби альпака, меринос, да, то есть, ей надо конкретно раскрыться, поэтому, ну, я думаю, что минимально, на чем здесь надо вязать, это, ну, не знаю, шестерка, наверное, вот, и то я буду смотреть, может, там, шесть с половиной, может, даже семерку попробовать, хотя я на таких бревнах, конечно, мне кажется, еще, по-моему, ни разу не вязала им на плечевое изделие, но надо будет посмотреть, вот, в общем, что по этой пряже, значит, у меня ее 360 грамм, я изначально хотела 400, и вроде как мне, ну, изначально, да, сказали, что 400 будет, но, получается, в самом магазине были бобинки уже, как это сказать, ну, такие уже отмотанные, да, получается, вот, в этой бобинке было 360 грамм, в другой бобинке было 490, и в другой бобинке было 590, ну, и, соответственно, от этих бобинок уже ничего не отматывалось, ну, и я, как бы, изначально думала взять 490, но у меня, житейский вопрос, у меня бы просто не хватило, ну, как бы, денежек с собой, вот, потому что, ну, я рассчитывала на определенную сумму, и я знала же, что я еду в пряжный магазин, и не стоит брать все зону, сбережение, да, или там какую-то сумму, там, на карте, да, которую можно, ну, знаете, типа берешь так на всякий случай, я знала, что этот случай в любом случае меня сподвигнет на покупку, поэтому, в общем, я обозначила конкретную сумму, и она у меня лежала на карте, и все, вот, поэтому, ну, я, как бы, так сказать, подумала, что, в принципе, 360 грамм, это неплохой, ну, неплохой, как это сказать, неплохая граммовка для, опять же, ну, в целом, такой пряжи, да, то есть она пухлая, ее можно вязать на больших спицах, я, ну, конечно, отвяжу образцы, но вообще, можно вязать на больших спицах, я думаю, что мне ее должно хватить, это будет либо кардиган, опять же, либо свитер, либо, возможно, какой-то такой, какая-то такая, ну, как это сказать, ну, не пальто, конечно, но такая, знаете, как накидка, немножко, разного силуэта, ну, это пока мои фантазии, сейчас надо отвязать образец, и посмотреть вообще, как это все дело смотрится, вот в, ну, скажем, на образце, и в целом, да, как пряжа себя ведет, и как она, ну, ложится там, ну, в узор вряд ли, я думаю, что эту пряжу узорами забивать, конечно же, не стоит, это будет преступление, очень эта пряжа напоминает Drops Air, очень напоминает, но я думаю, что она все-таки будет более пухлая, более все-таки, вот эта Baby Alpaca, она разбухнет, да, и начнет вылазить, грубо говоря, через этот полиамидный шнурочек, вот, ну, в общем, я очень, конечно же, довольна, собственно, все, да, то есть, это вот все были мои покупки, в этот раз, вот, я, конечно же, безгранично рада, да, тому, что я добралась до этого магазина, тому, что, в общем-то, мне, ну, как сказать, повезло с артикулами, с цветами, и вообще со всем-совсем, то есть, ну, это как бы то, что я хотела от бобинной пряжи, да, давайте я немножко камеру так вот подниму, сейчас, момент, вот так вот, фокус, найдешься ты или нет? вот так вот можно сказать, да, в принципе, видны кусочки, вот, очень, конечно, я довольна, да, что, в принципе, я созрела до покупки бобинной пряжи, я думаю, что если рассмаковать, распробовать, то будет очень и очень, ну, во-первых, бюджетно выходит, да, то есть, ну, с таким составом, например, вот эту серую, да, или вот эту, если бы я покупала моточку, то она была бы, конечно, ну, намного дороже, так мне, в принципе, это обошлось, ну, скажем, такие нормальные деньги, да, то есть, недорого, я бы так сказала, вот, ну, цвета, конечно, это отдельная песня, мне очень нравится, это просто цветотерапия какая-то, вот, ну, и вообще, конечно, знаете, как это, как мало человеку для счастья надо, я вот съездила в магазин, да, и у меня как будто бы какое-то новое дыхание, что ли, открылось, не знаю, на творчество, на какие-то планы, вот, поэтому, ну, я считаю, что нужно себе позволять, не надо, конечно, скупать все подряд, там, ежемесячно, еженедельно, но иногда надо себе позволять какие-то такие покупки, это не так дорого, но зато просто заряд такой мощнейший, что просто, ну, вообще, если бы у меня было еще 15 пар рук, и как минимум еще часов 40 в сутках, то, в общем, было бы, было бы все супер, и за апрель я бы вам показала, ну, как минимум, раз, два, три, четыре, пять, пять готовых изделий, как минимум, вот, поэтому, все, друзья, это все, что я хотела вам рассказать, про пряжу, я надеюсь, что вам было интересно, пишите, как вам вообще пряжа, какая понравилась, может, из какой-то вы вязали, да, расскажете мне какие-то отзывы, и в целом поделитесь своим опытом, потому что, ну, конечно, это очень полезно, все-таки, это бобинная пряжа, и я пока с ней не вообще не имела дел, да, и не знакома, вот, поэтому буду вам очень признательна, если вы поделитесь своим опытом, вот, ну, и все, я благодарю вас за внимание, да, подошел к концу мой такой влог, оперативно-покупочный, что называется, надеюсь, вам было интересно, вот, и все, тогда до следующего видео, пока-пока, пока-пока,